приветствую с вами я ваш веган христолюб на своем сегодня новое видео первое в 2024 году узнает я нахожусь под уголовным преследованием у меня идут всякие студы и прочие вещи может меня скоро посадят но я решил все-таки немножко пописать раз бог так управляет у нас с вами сегодня такое вот видео интересное она первая в этом году и она будет посвящена чему смерти нет жизни но жизни посмертной я хочу сегодня вам показать топ-оп не знаю опять же топ-6 топ-7 книг которые я рекомендую обязательно по чтению каждому человеку кто ищет ответы на подобные вопросы на если жизнь после смерти и если есть то какая это очень важно у меня есть конечно и просто топ рекомендованных книг я вам в конце видео еще озвучу об их скажу о них но сегодня хочу именно касающихся посмертной жизни потому что смерти не существует смерти где твоя жало от смерть где твоя победа с от где твоя жало да или наоборот не важно и так и так можно сказать все будет к месту сегодня мы с вами поговорим как я уже сказал в таком хронологическом порядке этих книг как я их рекомендую у меня я так как готовлюсь к заключению я собираю себе бумажную библиотеку из бумажных книг так скажем да у меня давно ничего не было уже у меня даже библии бумажной много лет уже не существует помни всегда в компьютере и я уже давно даже не читаю на электронной книге я как-то продал я была хорошая электронная книга в свое время когда много-много читал кто помнит я обо всем рассказывал свой путь своей жизни кому интересно на канале основном вы сможете все это узнать обо мне и как-то даже я продал эту книгу за ненадобность потому что я уже перестал столько читать и в основном все занимался за компьютером исследовался он стал сам делиться с миром как иисус сказал что настает день когда ты сам становишься источником воды живой да и на самом деле в жизни что читать что смотреть не так вообще потреблять так называемый контент или информацию в жизни так много конечно хорошего если поделить на разные группы то что можно сказать но есть такая категория как бла-бла-бла да как можно назвать то есть ну знаете банальные вещи белое это белое черное это черное есть книги которые ну просто не туда тебя ведут да совсем могут во тьму даже вести есть книги которые ну так скажем плохо с плохим подходом то есть может быть и человек была идея недобрая но так как он мало изучил материал и что-то то она вот может быть некачественная да как это называет добросовестная ошибка да он не тоже специально вводит людей в заблуждение там или обманывает но он и не не сильно разбирается в теме но решил вот написать да есть книги которые просто невозможно читать потому что человек просто нет литературного дара так скажем пара писательства да если взять из русской классик это говорят ну из розы и как это называют от достоевский который читать просто невозможно да на самом деле как будто ты камни ешь или идешь по какой корявому пути а из поэтов от маяковский да вот пробовал их когда-то читать это просто невыносимо есть действительно когда вы читаете когда у человека реально вот как вода течет просто и книги просто проглатываются страница страниц перелистывается очень легкие простые предложения они не знаю как сказать я даже не знаю если какие-то критерии описать это но сам факт из просто всем нутром чует что да очень легко я читаю очень хорошо очень заливается да ну как пример я всегда привожу это алхимик там это все равно потому что упала к или действительно в писательский дар у нее точно вот эти книги легко читаются просто на одном дыхании они не идут поперек горла я имею то вы можете принимать что-то написано не принимать ями что они очень легко читаются сам язык написание очень легкий хотя конечно иногда на себя понуждать читать не только легкие книги к чтению бывает чтиво труда и трудочтимая да но она очень полезно поэтому я так просто говорю это не взять на что прям трудочтимая трудночитаемая книга она и полезно не нужно пытаться грейс нет надо надо потрудиться что постичь вот иначе как может быть не не обладать литературным даром но у него могут быть знали эти знания мы никак не получилась и прочтем его книгу не посмотреть фильм не пообщаемся с этим человеком если он в реальности живой да хотя он может быть на язычном и все такое ну так вот на этом мы с вами я предисловие свою заканчиваю который очень люблю делать пять минут это я еще маленько уложился мы с вами перейдем к книгам я сейчас заказываю все стараюсь очень дешевый на вальберс можно достаром за 100 рублей книги покупать вот даже которая будет показывать я уж конечно не помню сколько они стоят но они все вот тут нету 5 божественной комедии я все заказал практически за 100 120 рублей 150 единственного переход не было дешевого варианта 451 книга и как и не дешевое удовольствие в современном мире плюс то что это обычные самые обычные черно-белые мягкие обложки в основном на переход продавок твердые обложки а ну и моде тоже твердый но моде тоже там рублей за 115 что ли урвал вот сейчас все эти скидки то есть вы просто играете но я не буду вас сегодня учить как маркетплейсами пользоваться все можно найти при желании можно найти сюда дешевые варианты кто-то делает скидки все это очень доступно легко искать да было бы можно выбрать фильтр всегда наименьшего большему найти просто самый дешевый вариант вы ведь точно куш книгу там за 400 рублей и тут же она где-то там за 100 рублей в первом списке и она реально приходит она реально точно такая же как и за 400 просто какой-то магазин конкретно делает скидки а вы просто это в общем списке видите как я вам сказал собирать я достал только потому что грозит мне скоро места не в поле отдаленные вот я себе потихонечку собрал такую библиотеку себе читать соратником или созеком как правильно назвать в общем 1 1 1 посидельцем да вот буду тоже раздавать мне хоть чтобы люди приходили к истине а единственная цель жизни это улавливать людей у людей в небесное царство любви и свободы иисуса христа поэтому и такое чтиво однозначно человека может если не прямо открыть истину то к ней либо очень близко пододвинуть либо хотя бы задать век правильно и так вот если начать прям с исторической дальности да то конечно же первое что рекомендую книга называется тибетская книга мертвых вы можете увидеть у меня вот она есть в моем списке и она у меня есть с яндекс и информация у нее много разных естественно обложек как и только не выпускали эта книга есть у меня даже записанная с моим прочтением и комментарии на канале христолюб веган и блины и писания чтения библии иных писаний где я зачитываю помимо библии у меня есть чтение корана с комментариями есть восьмеричный путь будды йоги есть и мертвых и алхимик так на меня поднабралось может меньше десятка книг которые так публично зачитал своими комменты со своими комментариями кому это интересно просто так я книги не читаю там с озвучкой да есть люди намного профессиональнее я вообще не профессионал то скажем или я являюсь как это разучивает все это да у которого действительно поставленная речь люди которые этим профессионально занимаются вплоть работают этим насущный хлеб на жизнь дату я этим не занимаюсь поэтому я читаю публично обычно всегда есть текст на экране можно всегда остановить и стараясь так всегда делать чтобы человек даже не имел книжки у ног с просто с экрана и почитать сна поразмышлять потому что чтение и аудио прослушивание книг это огромная разница это это хорошо можно и аудиоверсии слушать лучше что-то прослушать чем вообще ничего да потому что аудио форматы мы можем слушать где-то в дороге машине когда едем пешком куда-то идем работе где-то сидим или работаем завод там неважно если есть возможность когда у человека заняты руки ноги но свободны уши так может потреблять такую информацию это очень хорошо книги очень полезно читать и очень полезно слушать но чтение от прослушивания конечно же отличается прослушивание ты чуть отвлекаешься ты не всегда собран и много пропускаешь что за рулем ты будешь что ты будешь пешком идти что ты будешь чем-то работать по дому пусть я там на всю даже работает колонки но ты чем-то занимаешься ты будешь отвлекаться ты будешь пропускать разные моменты что тебя заинтересовало ты не сможешь сразу в это окунуться вчитаться продумать или вникнуть вроде услышал что-то но так и не понял чтение позволяет все это дело ты можешь вникать останавливаться перечитывать раздумывать над этой фразой который ты услышал на той мысль которая была донесена поэтому в книге конечно читать тоже есть плюс опять же чтобы разобраться стоит ли тебе читать книгу а у нас для чтения у людей должно быть время а временную жизнь совсем немного у всех я говорю хотя бы перед тем как ты приступишь к чтению книги ее можно прослушать в аудио формате ты решишь просто если она в общем тебя зацепила ты понимаешь ты хочешь перечитать что вот на те внимание которые ты вспомнишь что тебя что-то цепляло но ты хочешь поглубже это все прочитать размышлять над этим то конечно берешь и потом уже ее читаешь вот одна из таких книг это тибетской книги мертвых я щас не буду вам все в подробностях рассказывать когда на что был написано все где-то туда еще до нашей эры поэтому по названию может понять да книга мертвых но вот так скажем адресат и и не адресат а источник ее из тибета да у нас вторая книга которая так скажем идет за ней это такая же книга мертвых египетская если тибетская книга мертвых не такая большая то египетская книга тоже очень большая если тибетская книга мертвых кто помнит я читал стану смотрю кто нет я кратко скажу это о том что что ждет как как надо перед перед уходом готовится такое наставление таких мудрецов тибета да о том как надо настраивается перед уходом ну это это от нас это естественно относится к людям которые уходят не насильственной какой-то смерти не внезапный а которые как это говорят это не упокой да потихонечку все у них в мире в благе на смертном на болезненном какой-то одреда вот еще неважно в мучениях нет ну когда такая конечно же в сознании все соображаешь вот то есть вот как бы книга для тех кто понимать что он уходит ну вот у него есть время над всем поразмышлять эта книга такое наставление сразу оговорюсь вообще книги о которых я буду говорить кто знает как у меня есть ролики где я видео какие-то рекомендую контент и аудио формат че туда да вообще какого-то могу блогер порекомендовать да вообще как когда я ссылаюсь на какой-то источником но разберу это не знаете что этом совсем согласен я могу быть вообще не салась поле то я могу порекомендовать какой-то источник посмотреть как не надо делать посмотрите пример как это плохо и вот так вот не делайте я не всегда где-то там у себя в телеграм-канале на сайте даже видео я не всегда прям могу обрисовать то есть или вот такую фразу сказать на просто догадываться если чем-то делюсь единственное что точно это значит я считаю что это полезно посмотреть и сделать для себя какие-то выводы какие выводы для себя сделайте это только ваша это не мое да это ваша ответственность моё дело поделиться то что я что-то нашел для себя полезное нашел отрицательное как не надо делать положительный пример как надо поступать и делать информация точно также либо какая-то может быть информация ты пока только в полочку для размышлений кладешь вот поэтому естественно все о чем я делюсь это не значит что я все это исповедую проповедую считаю добром и так далее вот но я считаю что это полезно в жизни этим соприкоснуться а уж какие выводы сделать я конечно говорю по жизни но это не знать что я могу каждый источник разжеватель из дать ему полноценную там критику да нет я как таким мечтами не занимаюсь вот поэтому конечно же ответственность она вас в том плане а рекомендация конечно что это просто надо познакомиться этим соприкоснуться ну конечно же желательно сделать правильную выводу. Правильную выводу сделать, если вы познаете истину, которая в трех простых вещах, сущностях, бытия и природе. Это любовь, свобода, вечность. Если вы это поймете, будете размышлять над своей жизнью и жить в согласии с этими законами Бога, законами природами бытия, сущностью бытия, которая в нас есть изначально, свобода, вечность и любовь, вам откроются все тайны мира. Можете абсолютно все понимать, уразумевать и сможете плевел от пшеницы вот так вот разделять, спокойно питаться пшеницей, а плевел хотя огнем неугасимым. Так вот, книга мертвых тибетского такого вот плана, ну и рассказывает она перерождение, как душа потом уже, уйдя туда, опять выбирает или не выбирает, в зависимости от ее святости, желания и так далее. Книга, естественно, с востока, в том плане, что она признает реинкарнацию. Я, как христианин, тоже ее признаю, потому что реинкарнация полностью соответствует природе бытия, любви, свободе, вечной жизни. Здесь христианам смущаться нечего, надо просто религиозные бредни своей головы выкинуть, потому что сама по себе реинкарнация абсолютно соответствует всем этим критериям. У меня есть на это целый плейлист на этом канале, на котором сейчас этот ролик смотрите. Если интересно, обратитесь, даже два видео, два плейлиста, один так и называется, как там, «Бессмертная жизнь», вот такой, да, так как я в общем говорю, а отдельно я все-таки решил выделить, и там с десяток в обоих плейлистах по 10 видео. Их, конечно, надо было вот вам показать, но ладно, я вам в ссылках в описании к этому ролику вы найдете, по плейлисту я их добавлю. Тема, в принципе, сегодня как раз такая актуальная. Я их вот нашел, только что на канале, на паузу запись поставил. Называется первый плейлист «Вечная жизнь или бессмертие воскресенье из мертвых» есть видео, и 9 видео «Реинкарнация, перевоплощение душ человеческих». Вот эти два плейлиста у вас на канале, такие вот там первые значки видео. Найдете сами, но я их не забуду, добавлю в описании, если нет, напишите мне. Так вот, вот о чем тибетская книга мертвых. Рекомендую хотя бы раз в жизни прочитать, она не такая большая. Египетская книга мертвых уже достаточно большая. Напишем «Египетская». Она уже достаточно большая, и там, как это называют, очень много мифологии. Но кто знает, опять же у нас иногда, может, и частенько бываем невеждами. Миф – это не значит, что это плохо, миф – это не значит, что это ложь. Миф – это… Сейчас не буду вам ходу козырять, кто-нибудь сейчас загуглит. Ну, по словарному. Ну, в общем, короче, миф – это что-то повесть на основе все равно реальных событий. Да, давно минувших лет, но как бы люди, когда мифы, то есть это просто… Это кажется невероятным, по сути. Но это все-таки реальное, как бы, прошлое. Короче, разберитесь. Слово «миф» – это неплохое. Да, как и у нас апокрифы записали «все вплохо». Слово «апокриф» означает тоже лишь, как бы, ну, не вошедшее в канон, да, то есть иное. Но это не значит, что это плохо, или там прям «все плохо». Да, бывают апокрифы никудышные, вот, но это лишь говорит о том, что просто книга не вошла в какой-то там конкретный канон, да. Но это не значит, что она там недостойна от прочтения, изучения, и там в ней нет ничего полезного. Совершенно не такой. Очень часто в апокрифы записывают или вот там в мифологические книги, книги достойные, которые, ну, я приведу к «Христианин» на примере библейского канона, это протоевангелие Акова. Да, он считается апокрифом, но я считаю, что эту книгу надо было включить в канон, и хоть раз в жизни с ней должно ознакомиться любого человека, а ее, в принципе, можно, наверное, со всем новым заветом и также перечитывать. Есть она у меня на канале, я ее тоже зачитывал. Не суперсильный там я разбор делал, но все-таки достойный. Хочешь, может, комментарий есть. Вот такая это, что касается древности. Кто-то мне скажет сегодня или под роликом напишет, да, полно, есть там книга мертвых, славянская, еще какая-то. Я с некоторыми вещами пытался знакомиться. На себе скажу точно так же. Опять же, я вас ни в коем случае, естественно, не могу и не заставляю как-то там вот взять и через силу давиться какой-то книги. Я в жизни тоже много чего начинаю. Я могу выключить фильм на середине, а иногда и в начале. Я могу бросить книгу, начав читать. Но не идет и все. Чепуха полная. И даже слушаешь, казалось бы, что там слушать? Да ладно. Время пройдет. Я даже аудиокнигу выключаю, но уже надоело. Это мура. Слушаешь, слушаешь, просто неинтересно. А может даже уже совсем противоречит твоему мировоззрению. Я говорю, пусть это может прям не самое там лютое богохульство, но все равно. И я точно так заканчиваю. Поэтому вы вправе начать и прерваться в любом моменте и отложить эту книгу когда вам это все не понравится. Ну, а я уверен, что вы не пожалеете, если вас затянет и действительно это вам поможет. Поэтому много разных книг, естественно, особенно если возьмем сейчас до Рождества Христова того периода, то есть древние... Разных народов, разных миров. Ну, я вас знакомлю с тем, что испытал и изведал опытом сам, как говорил один древний мудрец, монах Антоний Великий, которого я по книжкам очень тоже любил, отчитывал. Вот такие вот книги. Поэтому и мы с вами резко прыгаем уже в нашу с вами современность, всего лишь пять веков назад. это мы с вами переходим к божественной комедии Данте Алигрей. Алигрей... 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 Она у меня тоже есть с списком на моем сайте. Книги достойные прочтения. Книга это Данте Алигрей... 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 Да что ж такое? Раз, два, три. Алигрей... Это... Я, кстати, у себя на сайте ошибся, я с двумя Л написал. Я поправлю попозже. Пишется с одной. Это 1308-1321 год. Где-то в районе этого периода она была написана. Ну, давайте кратко. Вот я вам с Яндекс читаю. Божественная комедия. Поэма написана Данте Алигрей в период с... Легери. В период с 1308 по 1321 год. Поэма делится на три части. Или... Контики. Ад, Чистилище и рай. Каждая из них состоит из 33-х песен. Вся она написана трехстрочными строками с собой с особой схемой рифмовки. Так называемыми перцинами. Больше я вам читать не буду. Вы уже сами там. То есть, это у нас... Давайте зафиксируем. Это у нас 14-й век. Это Европа. Это католицизм. Это Данте Алигери пишет свое, так скажем, откровение, как ему показал Бог. Ну, вы знаете, учение колецизма, и помимо Адара, они как бы исповедуют Чистилище. Я сегодня не буду говорить даже, хорошо или это плохо. И вот он об этом рассказывает. То есть, Бог его как бы везде водил, да, там, и вот он там смотрел, как рассказывал. Я очень рекомендую прочитать. Она, как вы видите, эта поэма, написана стихами. Читается, я ее честно вам скажу, ну, как я вам... Дурацкая фраза. Вот человек, когда-то, если человек не врет, да, почему он должен эту фразу говорить? Вот такое, я бы назвал это паразитные фразы. Вот, я ее читал на на восходе своего покаяния, своего христианства. Я даже не вспомню, перечитывал Илья еще раз. Но вам скажу, что на меня она произвела впечатление. Я как бы... Я уж сейчас не помню точно, какое, да, тем более я только, скажем, Господь повел меня, кто знает, своим путем, да, и... Я свободный христианин был от начала. Я практиковал, конечно же, православие. Три года живет, так как живешь в России, здесь все-таки засилие православия. Потом я уж пробовал и протестантов пощупал. Ну, все одно и то же везде, да. Вот. Да, и... Мы потом с вами в конце еще такой итог подведем. То есть, мы с вами еще раз зафиксируем первые книги, которые я вам показал, это... Это вот книга мертвых, это все-таки Восток, да, назовем вот так. Это Тибет, и Египет все равно. Будем называть это Востоком. Сейчас у нас... И плюс это такой сборный труд египетского, вообще, можно сказать, мифология, это вообще сборный труд, там, естественно, никто не знает ни авторства, ничего, да. Тибетского у нас уже такая попроще, как бы вот эти мудрецы Востока такие, да, анахи там, и вот они нам как бы поведают все эти свои откровения. Тут у нас Европа, католицизм, XIV век. Я настоятельно рекомендую. Себе я ее тоже купил, вот они где-то... Вот такую я себе купил. Твердая обложка, очень качественная, урвал я ее тоже там за 100, по-моему, с чем-то рублей. Но я вот просто 5 книг в последний раз купил. Я не стал покупать и вот еще раз скажу, что тибетскую книгу мертвых, несмотря на то, что я порекомендовал, я ее даже не стал покупать. Несмотря на то, что я говорю, прочесть такие книги должен каждый, но это разовое чтиво. Меня мало что там зацепило, но все-таки, да, там есть и перерождение, я рекомендую. Я действительно раз рекомендую. Это вот, как говорится, людям на свободе, а в зоне, не знаю, мне просто не хочется. Хотя, может быть, я ее куплю. Потому что раз, раз не надо прочесть и кому-то там дать, просто я ее сам не буду перечитывать. Вот. Но хотя, конечно, не факт, что я из этих даже все сам сейчас я покажу. Есть книги достойные периодического перечитывания, а есть, конечно, неизвестно какие. Плюс вы знаете, вот все, что я вам сейчас буду рекомендовать, вообще, это, в принципе, было логично, что все эти книги, вообще, естественно, я очень много. Я всегда, я никогда не верил в смерть, я всегда знал, что я бессмертный, вечный, но так как я жил, как и все, и кругом общество нас живет в основном, и мы сдохнем, насаживают червяки, то у меня даже поговорить об этом не с кем было. Когда Бог мне открылся, все мне стало понятно и ясно, но все равно мне стала интересна эта тема, уже, как раз, через книги мы общаемся, с нами общаются те, кто их писал, так как в окружении не с кем было поговорить, я стал все это, естественно, через книги. И все эти книги я прочел, как я вам уже сказал, только что на восходе своего покаяния, христианского пути, когда Бог мне открылся. Он мне, конечно, не сказал тогда купить все это, он мне сказал купить только Библию, я об этом всегда свидетельствую, но я, естественно, стал, я тогда и послушался, не сказать, что не послушался, тоже не за сказать, потому что он мне больше ничего не говорил, я, кто помнит, я стал изучать все, я сразу же стал изучать Коран, Веды, все на свете, да, ну и вот дальше параллельно еще все, что к этому примыкает. И вот тогда, конечно же, вопрос по смертной жизни, помимо того, что я сам это все понимаю, знаю, мне хотелось какую-то информацию черпать, находить себе вот так называемых собеседников через эти книги. Вот, и поэтому, и просто когда сейчас, и знаете, к чему, почему я сказал, что 100 клеток, я тоже, в принципе, об этом, ну, в роликах, мы все время говорим, всегда говорю о вечной жизни, это да, но вот именно книги, вообще поводом для того, чтобы записал этот ролик, явилась вот эта вот книга, мы с ней еще позже будем о ней говорить, куда приводят мечты Ричарда Маттессона. Я, естественно, расскажу предысторию, как я тут, сестрица во Христе, моя любимая, одна из моих любимых братьев, сестер во Христе, Ратница моя, друг мой любезный. И так случилось, что она мне дала эту книгу, сама, правда, на тот момент еще ее не прочитав, она была новая, тоже в упаковке, сейчас она открыта, это вот именно она, а я ее прочитал, да, ей просто подарила подруга, ну, в общем, а то я уже рассказывал, ладно, мы к этому еще придем. И как бы эта тема опять поднялась, и мы стали с близкими как-то опять эту тему более подробно объяснять. И вы помните, в принципе, еще год назад, до тех пор, когда у меня все эти дела ареста судебные начались, я несколько роликов записал о тысячелетнем царстве вообще, как бы вот обо всем этом, что будет, как бы, и мы стали много об этом говорить, размышлять в личке вот с друзьями. И, ну, в принципе, я периодически, конечно, что-то такое пускаю, но вот, видите, пришел час поделиться именно такими книгами. Вы просто в конце этого видео вы поймете, почему я это сделал, и почему такой именно набор, и, как я говорю, конечно же, книг, наверное, намного больше, я буду ждать от вас комментарии, информации, ссылки, может быть, вы что-то мне тоже посоветуете. Я всегда в поиске, в этом плане, я ищу с удовольствием новый контент, качественный, тем более, конечно же, я не совсем, я говорю, знаком, это не значит, но вы поймете, что вот этот вот такой суповой набор, который я подам вам, он очень качественный, вкусный, и правильный, и нужный любому человеку. Ну, так вот, и поэтому божественная комедия, и так как я сейчас готовлюсь, я говорю, к заключению, я с удовольствием, конечно, где-нибудь там это перечитаю. Перечитал бы и здесь, но так как сейчас, Ира, у нас у всех в бытовой жить не так много времени, а у меня сейчас вообще иная жизнь, я тут еще решил для вас все-таки продолжать писать видео пока, сколько Бог позволит, да, сколько усмотрит, и вот самое первое, видите, видео на канале Прокови будет именно об этом. И, конечно же, у меня за эти времена, а уж тем более, прошло уже около 14 лет, после того, покаяния, конечно же, на мировоззрение у меня, я говорю, хоть многие вещи у нас от основания идут, но вот эти все вот мелочи, они как бы, а жизнь в мелочах, они, конечно же, менялись, дошлифовывались, достигали совершенства, я бы с удовольствием перечел все эти книги абсолютно другим взглядом. Пример тому, это когда я читал «Алхимика» на канале, то есть я ее прочитал вообще в 20 лет, и второй раз, она не была, она мне очень, она запала в мою душу навсегда, я всем ее рекомендую, «Алхимика» Павла Каэля, вот именно, настолько она запала, что будучи христианином, прошло 20 лет, и я ее зачитывал на канале, на канале, казалось бы, хотя там прям обойки, да, то есть казалось бы, можно сказать, кто-то скажет, не твоя тема, да, христианство как таковом прямо не говорится, но это шедевр, и я ее сюда вообще ставлю в первую, из художек я ее ставлю сюда все равно в первую, для меня это вот, правильно, что человек с такими книгами, такой книгой познакомился, это очень достойное чтиво, у меня есть там претензии, понятно, к ней, но вот я ее ставлю все на первое место, и вы знаете, когда я ее сам, естественно, перед тем, как ее на канале прочитать, я ее сам несколько раз даже, прям я аудио прослушал, один из российских актеров зачитал, в принципе, качественно, хорошо, я прослушал аудио, потом еще прочитал, и потом уже зачитал на канале, и, конечно же, мне тяжело, я тогда все это рассказывал, представить, как я в 20 лет, что я там понимал, что я там мог понимать, да, и как я читаю сейчас, ну, я понимаю, что это разная вещь, что-то я для всех до сих пор даже, естественно, уже увидел, открыл интересное, вот, поэтому это по-другому, вообще читается, и вот эти вот все книги «Переход», ну, пусть у них не 20 лет, но около, за десяток, так скажем, да, перевалило, это большой период жизни, ты 10 лет назад, 20 лет назад, ты абсолютно разный человек, и прочитать даже сейчас все эти книги, вот, о посмертной жизни, они все достойны, прочтения, как я уже буду много раз оговариваться, я для себя бы это сделал с радостью, ну, говорю, на всех время впритык, но вот, если будете находить свободное место, я рекомендую, я рекомендую, и сам тоже обязательно буду этим заниматься, потому что, скоро вы, может быть, увидите некоторые мои видео о посмертной жизни, я хочу тоже кое-что чем поделиться, и на основании этих книг, и на основании личных откровений моих, я думаю, что вам будет не безинтересна эта информация, но вот, чтобы к ней подготовиться, ну, в принципе, вряд ли, может быть, я это сделал очень скоро, вы еще не прочтете эти, но потом когда-нибудь будет читать и вспоминать и складывать мои слова с этими книгами в том числе. Ну, давайте мы с вами перейдем к следующей книге, это у нас будет с вами, если так, по исторической хронологии, это Клайв Стейплзе Льюис «Расторжение брака». Клайв Стейплзе Льюис, кто знает, я, естественно, я его всегда тоже рекомендую, это просто отличный писатель, кратко скажу, ладно, это он христианин, англиканин, родился в Англии, англичанин он, это у нас годы жизни, какие у него, ну, короче, это середина 20 века, это первая, вторая, мировая, вот это все там, вот, это гениальный, тоже одаренный писатель, у него огромное наследие, это ни одна, ни две книги, я достаточно много его читал, некоторые книги я зачитывался, у него есть как художка, у него есть эссе, у него есть такие догматические вещи, все очень мягко, легко, у него есть там радиобеседы, переведенные в текст, скажем, которым дошлифовывал Льюис, я всегда рекомендовал, он очень, кстати, конечно, в протестантизме его очень любят, в принципе, заслуженно, у меня есть к нему претензии, особенно, я думаю, вот таких мировоззрений, до совершенствия, то же самое, пацифизм, конечно, он до этого не дорос, вот, там пытался все равно, то, что он там за убийство, но, короче, равно, сейчас в современном, все это опять ситуации, это как раз вот так выглядит, я поэтому, как бы, так скажем, дело в том, что я понятно, что там сейчас все не перечитываю, в общем, есть, действительно, Льюиса можно, раз в жизни, Льюиса у него очень много, но читается все очень легко, у него действительно тоже, вот, Льюиса, что, кого называл-то, Павла Каэля, вот, пожалуйста, Ричард Мэттессон, о котором будем говорить, у этих людей, однозначно, есть дар писательский, под даром писательский, говорю, я подразумеваю, когда просто, вот, речь льется, она настолько, ты не притыкаешь, ты как будто, вы знаете, с горки, я уже давно не катался зимой, сейчас вот зима как раз, особенно, когда ее там, помню, водички еще что-нибудь, или польют, когда она вообще, или там погода такая бывает, ну, там вообще просто, как говорят, просто скользко, настолько, вот, вот, это я вот с этим сравниваю, это настолько легко читаемая литература, что, ну, просто она заходит, она интересная, они классно пишут, я говорю, и в других понятиях, но мне нравится, именно я имею, что-то как она тебе заходит, сравнимо, вот, действительно, водой, или там, а не как гербули, который ты пережевываешь, ломаешь зубы, поэтому Льюиса, конечно же, рекомендую, и вот книга, в частности, называется, одна из таких, а посмертная жизнь, это расторжение брака, естественно, она снова будет естественной, вы когда, я вам не просто так называю, хронологически, когда ты читаешь более поздних писателей, или там вообще своих современников, мы читаем, естественно, вы будете их лучше понимать, если вы прочтете, там, вот эти, тибетские книги, мертвых, там, египетскую, божественные коменданты, естественно, вы увидите у них отголоски, точно так же, как у любого проповедника, возьмите меня, уже библейские фразы, многие, ты на них не ссылаешься, как на стихи, это просто твои выражения становятся, ты просто говоришь цитатами из Библии, так или иначе, некоторые комбинируют, ты можешь иногда ссылаться, говорить, где это, но ты можешь просто ими выражаться, просто становиться твоим языком, и это нормально, точно так же и там, вы будете читать, естественно, человек образованной, вечной жизни, конечно, безусловно, должен прочитать Библию в своей жизни, Коран, там, веды какие-то познакомиться, хоть что-то, да, там, изучить, религиозную литературу, ветскую литературу, какую-то самую известную, да, вот, может быть, пару каких-то философов почитать, пусть не все, там тоже огромные труды, вот, но, конечно, что-то надо хотя бы понимать, да, какое-нибудь предание почитать, можно все вместе, историю обязательно, конечно, надо знать, хотя бы ту, пусть вы какую-то там изучаете, по какой-то ветке конкретной, через какие-то понятные, мы все там, в каждой своей стране живет, вот, поэтому желательно и литературу разнообразовать, со всех сторон ее смотреть, разные источники употреблять, общие мировые, и вот Клайс Теппель-Дьюис, конечно же, он пишет, у него это как бы художка, еще надо обратить ваше внимание, наверное, да, я не сказал, ну, допустим, возьмем опять же, ну, я вам сказал, что египетское, это как называют мифологию, но на самом деле, это очень просто необычное прошлое, вот так вот изложенное, зачастую, тибетское, это более просто такое руководство, вы можете верить в это, может нет, но это подается как вот реальность и просто наставление мудрецов, которым открыто, вот, которые не раз перевоплощались, которым открыты эти знания, якобы это просто вот, все правда, я сегодня не буду вам, как сказал, в этом ролике, давать оценки этим книгам, божественная комедия Данте, это откровение, так именно подается, Клайв Льюис, это уже художка, художка, но через которую человек пытается донести мировоззрение, реальный смысл жизни, да, но все это образует, вот как бы он не говорит, что у меня прям откровение, он не говорит, что я там был, да, он говорит, он на основании всех своих знаний, вот, изучал он, личные у нас, естественно, есть откровения от Бога, грастианин, и он попадает в художественном виде, это там люди после смерти попадают в серый город, это такая нейтральная территория, типа чистилища, он это прям так не называет, но посыл именно такой, и можно, на автобусе они садятся, можно вниз летать, в темный город, можно в светлые кущи, да, в райские кущи попасть, вот, очень интересно, там разные персонажи подобраны, такие книги, действительно, по ним хорошо фильмы снимать, там есть разные персонажи, да, есть ученые, есть мама безумная любящая своего сына, да, замучившая его при жизни, можно сказать, своей заботой, этой любовью, в общем, настолько разные персонажи, интересно, конечно, далеко не все наши, все прототипы, людских характеров, и всего этого, но, вот так он показывает, я говорю, у Льюиса присутствует, юмор, естественно, он очень человек, с хорошим чувством юмора, поэтому все его книги пронизаны, сатиры, юмором, поэтому это читать очень легко, интересно, любознательно, весело и прочая вещь, хотя он о серьезных вещах, может стать, с качественным, хорошим юмором и сатирой, так что я ее тоже очень настоятельно рекомендую, как вы видите, книжка вообще, вообще ни о чем, я думаю, что ее можно прочитать, сейчас я уж не знаю, открыть сколько тут страниц, я думаю, что за день ее можно, выходной, спокойно взять и прочитать, вот, то есть, я очень рекомендую, вы никогда о таких вещах не пожалеете, я уверен, вот, кто у нас дальше после Льюиса, дальше после Льюиса у нас идет, видите, я вперемешку, я считаю, что правильно все-таки подать историческую хронологичность, по временной шкале, а не вот так как-то разбить, что-то классифицировать, я вам уже сказал тоже, что Льюис, это получается, это уже не, если у нас божественная комедия, это юг Европы, да, католицизм, тут у вас, пожалуйста, север Европы, англиканство, да, и еще все эти люди очень разного возраста, да, я говорю, конечно, мы там с вами не узнаем авторство, там, о египетской книге мертвой, кибетской книге мертвых, там, вообще-то сборные труды, да, божественная комедия, я вам не стал называть, тем более, видите, мы не можем точно, вернее, мы с вами, то, что прочитали, что даже божественная комедия, вы найдете какие-нибудь, будете изучать вопрос, вам будет приблизительный срок, все даны, но в такое-то время было написано, христиане понятия не имеют, послание апостолов и Евангелия, в какое время, на самом деле, хоть они и кем-то там именуются, на самом деле, достоверно сказать, что это там, послание к римлянам даже принадлежит тому же самому апостолу Павлу, который писал послание к евреям, мы понятия не имеем, многие послания к евреям вообще не называют посланием Павла, да, ну, и даже послание римлянам и галатам, это одного и того же самого Павла или нет, а вообще Павлова ли, в какое время все это писалось, никто не знает, Вот здесь то же самое, да, поэтому я вам возраст не называю, но мы можем предположить, что все эти люди были в разных еще возрастах. Это тоже очень важно, да. Вот хотя, безусловно, книги пишут не дети, не подростки, это уже все-таки люди, что-то пожившие, что-то увидевшие, прочие вещи. Дальше две книги мы рассматриваем. Они уже, так скажем, это то же самое, что может сказать тибетская книга мертвых, но с доказательствами. Первое – это Раймонд Моуди «Проблески вечности». Это давайте мы сейчас в Яндексе наберем. Вот она у меня, естественно, на сайте есть. Мы ее с вами... Ну, давайте кратенько прочитаем прям с первого, что тут видно. «Проблески вечности» – это книга для скептиков. Она развеивает их сомнения в точности утверждений, приведенных Моуди в жизни после смерти. Это книга для всех, кто хочет окончательно поверить в то, что смерти нет. Это очень светлая и убедительная книга. Узнайте совершенно новые, никогда еще не опубликовавшиеся доказательства, доказательства жизни после смерти. Для тех, кто не слышал о Раймонд Моуди, даем небольшую справочку. «Околосмертные исследования», «Теплый прием», «Смена ракурса». Ну, в общем, видите, это я читаю, прям, видите, вам с первого попавшегося, какое вышло. Сам Раймонд Моуди, вот тут видно, философ, психолог, психиатр. Впервые описал «Околосмертные переживания» в бестселлере «Жизнь после смерти». Давайте еще здесь тоже сейчас в картинках добавим. Обложки, естественно, могут быть разные, из разных издательств и так далее. Очень рекомендую. Книга, то есть это сбор людей, которые пережили клинические смерти. И вот этот человек, в отличие от, как говорят, наука там не признает, врачей все это у людей, у виска крутит, кто оттуда приходит и что-то рассказывает, то вот этот вот человек, врач, да, он не стал это все отрицать. Сам он, сам атеист, как бы, да, вот, как считается, подается, и он себя, то он, как бы, неверующий, да. Вот, ну, а мы даже в смерть все равно мы верим. Это слово «верующая», оно такое себе, да. Вот. Ну, кстати, с вами, а, ну, тут картинка, я вам не смогу все прочитать, к сожалению. Давайте, вот тут я Арам Эдемоуди прочитаю, а вот тут у меня просто QR-код с этого свальдберис. Могу прочитать, а Дера сейчас неохота и не отлипнет на. Так, ладно, я победил, я просто отрезал этот QR-код. Давайте. Арам Эдемоуди, философ, психолог и психиатр, доктор философии, Биргинский университет, 1969 год. Всемирно известный исследователь околосмертных переживаний. Он автор 14 бестселлеров, совокупный тираж которых более 20 миллионов экземпляров. Основополагающая работа Эдемоуди «Жизнь после смерти», обубликована в 1975 году, произвела настоящую революцию в мировом сознании, радикально изменив отношения общества, в том числе врачей и ученых, к смерти и умиранию. Пол Перри, журналист, писатель, режиссер, документалист, в соавторстве с Раймоном Моуди написал пять книг. Также в числе его работ книга и фильм «Иисус в Египте. Доказательства жизни после смерти». Вместе с Джеффри Лонганом мы допоминаем фильм «Жизнь после смерти. Автор Лайф», в котором принял участие Раймонд Моуди. Ну и тут, не знаю, кто же. Аннотация, наверное, книги. Научно-обоснованная и глубоко вдохновляющая книга. Джеффри Лонг, доктор медицины, автор бестселлера New York Times «Доказательства жизни после смерти». Каждая история об околосмертном опыте и разделенных околосмертных переживаниях уникальна и отличается от других. Однако все они содержат похожие компоненты. Когда человек после такого опыта возвращается к нормальному состоянию сознания, он почти всегда убежден, что тело, в котором мы живем, представляет собой не более чем смертную оболочку, в то время как наш дух вечен. Обычно люди говорят «Теперь я знаю, что мы живем вечно». И еще «Теперь я не боюсь смерти, потому что я знаю, это всего лишь другой план существования». Вот такая вот книга. Поэтому здесь вот именно рассказы реальных людей собраны, которые там побывали. Вот есть люди, которые не побоялись это описать. Озвучит, потому что у нас очень часто крутят у виска. Это Америка. То есть еще раз сфиксируем тот факт. Америка – тоже взрослый человек, по сути атеист. То есть очень тоже. То есть собрал тупо факты. Рекомендует книгу, естественно, для себя. И, возможно, вашим каким-то друзьям, родственникам, кто вот там колебается, не верит, отрицает такие вещи. Потому что принятие вечности в своей жизни очень важно. У вас жизнь меняется. Вот так вот. Вы так шли в этом направлении, вы идете ровно в противоположное. У вас все дела, вся жизнь, все мировоззрение вынуждены поменяться. Потому что если я живу, как Павел говорил, завтра умрем, то ешь, пей, веселись, душа моя, да. Это мои поступки по-другому все в жизни, да. Я все думаю как бы здесь, сейчас, сегодня. Да, зачем я буду там чем-то рисковать, жизнь одна и так далее. Когда ты понимаешь, что ты вечен, ты абсолютно по-другому живешь. Вторая вдогонку ей книга – это Переход. Петр Калиновский. Давайте я тоже сейчас вам выберу. На сайте она у меня, вот, Переход. Петр Калиновский. Вами ее вот здесь нахуй. Давайте я вам тоже здесь есть. QR-код не загорачивает. Я вам прямо отсюда прочитаю. Как я сказал, у нее вот у меня вот это вот с такой обложечкой. Вы можете видеть, тут есть разные-разные издательства. Настоящая книга о современном понимании смерти. Новые методы реанимации позволили ученым-медикам приоткрыть завесу над тайной смертью и увидеть немного больше, чем это было возможно до сих пор. Оказалось, что смерть тела еще не конец существования личности. Душа покидает умершее тело и продолжает жить в новых условиях. Раз смерть не конец, то смысл жизни на Земле должен восприниматься по-иному. Австралийский врач Калиновский в популярной форме излагает тему загробной жизни. Книга записана на основании научных фактов и работ западных исследователей. Слушайте, а почему он тогда австралийский? Я вам говорю, я это читал уже очень давно, ведь его ознакомлю. Но, насколько я помню, он православный. Я просто не знаю, где он уже живет. Видите, ну и вы сами видите, Петр Калиновский, это абсолютно русская фамилия. Вот. Он мог быть родом, наверное, с Австралии, или наоборот, потом там стал жить. Но, насколько я помню, а то я вам сейчас совру. Ну, все-таки Петр Калиновский... Сейчас можно, конечно, это загуглить. Давайте мы это оставим, у меня ролики и так километровые. Вы сами поищите. Насколько я помню, если уж я обману вас, то это будет добростовестная ошибка, а не специально. У меня в голове засело когда-то, что это все-таки он русский. Может быть, он зарубежный, там, православный церкви, я не знаю. Он русский, что он православный. Вот. Ну, Петр Калиновский, как он говорит, сам за себя говорит. Вот. И поэтому книга немножко подана, естественно, а может, и множко, я уж не помню, через призму. Это точно такая же, как Моуди, описано вот именно посмертное переживание, собранное историей реальных людей. Наверное, там, с оценками автора, конечно, возможно, я уже не помню. Но я помню, что это достойная книга. И вы ее точно найдете, точно так же, как вы Раймон Клайвель Юйса. Ну, Раймон Моуди все-таки у протестантов тоже известен. А вот эту вы всегда найдете именно у православных. На любой сайт зайдите, православные ее, начиная там с асбуки, с какой-нибудь известной, да, с преданий. То есть они ее позиционируют, как говорится, хорошо написаны вот для нас как раз. То есть, ну, понятно, у них есть и свои там труды монахов, я имею. Даже не просто преданий, а именно современных темы такие посмертной жизни или 20-19 век всякие священники писали. Ну, Петра Калиновского они всегда рекомендуют. Вот я поэтому, я просто сейчас сам прочитал австралийские, что-то у меня как-то, австралийские, что-то у меня как-то. Может, он уехал, я уже всего точно не помню. И тут пишут, что он все-таки на основании научных исследователей западных пишет. Ну, я честно не помню. Ну, однозначно я вам ее рекомендую. И я говорю, однозначно это все-таки другой человек. Это, я говорю, судя по фамилии, все-таки я помню, что он как бы русский с Россией или что-то связано с Россией. Как-то вот так вот. То есть, подается она немножко по-другому. Ну, и последняя книга, с которой я вас сегодня познакомлю, это у нас... А, вот. Куда приводят мечты Ричарда Мэттисса. Давайте мы с вами тоже, в принципе, тут все есть. Я вам прям отсюда прочитаю. Стивен Кинг о нем писал писателей, которые произвел... Есть разные обложки, но, в принципе, основная, наверное, вот такая все-таки. Вот в Яндексе. Стивен Кинг написал, что писатель... Что Ричард Мэттиссон это писатель, который привел у меня самое сильное впечатление. А Рай Брэдбери писал, что Ричард Мэттиссон, несомненно, достоин нашего внимания и нашей симпатии. Ну, и давайте я вам прочитаю, что здесь в аннотации написано. Это написал Стэнли Уайтер Критик. Сразу же после публикации романа Ричарда Мэттисона стал бестселлером и вызвал бурные дискуссии не только в литературных кругах, но и среди ученых. Названный едва ли неосновополагающим произведением о жизни после смерти, он лег в основу одного из самых красивых фильмов Голливуда, главную роль в котором исполнил Робин Уильямс. Фактическая, фантастическая мелодрама, поставленная Винсентом Ордом, с триумфом, демонстрировалась во многих странах мира и была удостойна премии Оскар. Слушайте, по поводу фильма, я вообще вот удивляюсь, что здесь это написано. Я, вы знаете, мои любимые слова. Фильм, снятый и так называемый «Куда приводят мечты» – полное дерьмо. Тут какие-то его панигирики напели. Я три раза пытался, нет, раз пять, я пытался его посмотреть. Меня хватало, наверное, максимум. Я еле, не то что пять раз, а пять раз я посмотрю пять минут, выключу, посмотрю десять минут. Наверное, я дошел только до тридцатой минуты или минуты, ну, до половины максимум я дошел. Термище отборное. Я много раз говорил, хочу сейчас это сказать, отвлечься. Ролики я давно не писал, думаю, вы по мне соскучились. Я всегда говорю, что ни в коем случае никогда не сравнивать, конечно же, книгу с кино. Кино – это кино, книга – это книга, даже фильмы, основанные на романах, там, на книгах поставленные, они не обязательно должны, конечно, соответствовать и так далее. Но дело не в этом. Я как раз говорю, что просто, все равно, уж как бы там не относиться, все равно фильм хотели снять, а посмертной жизни, там, вот эта история легла все-таки в основу. Поэтому я даже когда говорю, что этот фильм полное дерьмо, не потому что он книге не соответствует, я такое никогда не провожу. Я на примере разных вам фильмов и кино, ну, там, не знаю, Кот да Винчи, сейчас в голову особо ничего не лезет, мне нравится и книга, и кино, допустим, да. Вот по «Алхимику» сколько хотели, до сих пор фильма нет, хотя у нее и права выкупили там все, но так и не сняли. Фильм тоже хороший, я надеюсь, получился мультик уж, тем более. Ну, мультик, по-моему, «Алхимик», я видел картинки, то есть есть, по-моему, мультик. Вот, но кино можно было бы снять достойное. То вот это вот, я вот не знаю, кто это понапел, все, это даже вот не этот критик, это уже другим цветом, это, наверное, вообще кто, это от издательства, вот такая вот информация, она другим цветом, а дальше вот сейчас будет, мы с вами еще прочитаем некого критика, который написал что-то об этой книге. Поэтому фильм, конечно, я вам посмотреть не рекомендую, вернее, вы можете посмотреть, меня хватает, ну, полное дерьмо, скукотища какая-то, там актеры действительно известные. Он очень старый, во-первых, ну, я люблю и старый фильм посмотреть. Ну, короче, никудышный, ведь мне как даже это возмутил. Я, может быть, и забыл бы вам это сказать, но видите, тут даже на обложке об этом написано, я вообще не пойму, какая отсылка. Фильм, потому что фильм, по мне, это полное дерьмо. Трата времени. Там не идейно, и все это не показано. Он настолько какой-то вот вялый, скучный, и никакой вообще. Я, что такое, у меня, видите, какие эмоции. Я вообще редко, ну, как бы, не знаю. Наверное, если я бы топ дерьмовых фильмов составлял, мне кажется, он бы, ну, если не первое место, то в тройку точно вошел. Даже не к теме, привязанный какой-то, какой-то к религиозной. Вообще, это топ фильмов, если жизнь, которую я смотрел, который можно дерьмом назвать. Вот он в тройке, наверное, будет. Вот. Вообще, все фильмы, которые я за жизнь пересмотрел, это высокое место, да. Такое у меня к нему отношение. Понятно, может быть, из-за каких-то ожиданий, вот, я говорю, дело даже не в сравнении с книгой, а дело в том, что... Потому что, я говорю, даже если вы смотрите когда-то фильм или, наоборот, книгу прочитаете, я говорю, не знаете, что у вас есть повод посмотреть, прочитав книгу, посмотреть кино, или, посмотрев кино, прочитать книгу, потому что они могут очень сильно отличаться. Просто вы можете оценить и то, и то, и читать и то, и то, или смотреть и то, и то, если у вас есть просто желание. Но, я говорю, фильм сам по себе дерьмо. Ну, ладно, я, не знаю, меня разбомбило, ну, потому что у меня... С одной стороны, все равно, у меня есть, конечно, претензии, что книга действительно классная, А кино, если бы они даже отошли, пусть, ну, просто хотя бы, чтобы как к тому кино оно зашло, может, вы сильно отошли от темы, вообще не туда вели, и все, ну, вы хотя бы само кино хорошо бы сняли, чтобы там была драматургия, классно снято, я понимаю, там эффекты того времени, я говорю, год-то он какой, что же, ну, старые, тогда еще технологий такие не были, ну, не знаю, настолько ширпотреб, что видите, какие у меня возмущение это вызвало. Ну, ладно, возвращаемся к книге. Классический роман о любви после, вот этот, это вот, куда приводит межты, критик говорит, что это классический роман о любви, но после смерти, созданный величайшим писателем. Предпосылка обманчиво проста. Крис Нильсон погиб в автокатастрофе, но все его жизненные силы, его дух все еще здесь, в реальном мире. Любовь к герою Кен, его жене, слишком велика, чтобы он смог покинуть ее навсегда. Ей тоже без него не жить, ведь каждый считал другого второй половинкой. Усилия, предпринятые Крисом, чтобы соединиться с Энн после ее смерти, делают именно эту историю любви особенной. Этим рассказом можно наслаждаться как чистые фантазии. Однако для Мэдисона важно и другое. И он уже цитирует Мэдисона. Мы с вами не будем читать его предисловие, хотя оно очень важное, чтобы понять смысл этой книги. Но раз он его привел, я считаю, что этого будет достаточно, что вам сейчас услышите. Каждая деталь романа, за несколькими исключениями, основана на научных исследованиях. Все, цитата закончена. То есть, вот, краткая. Поверит ли кто-то, кто-либо, это уже критик говорит, прочитав роман в жизнь после смерти, не столь важно. Однако мысль о том, что истинная любовь может оказаться вечной, хотя самим и смертным, является весьма обнадеживающим. Тут, опять же, критика. Ну, я для вас дочитал, хотя я хотел, конечно, не об этом поговорить. То, что это роман, я надеюсь, никого не смущает. Ну, во-первых, он, если уж брать какую-то классику или, как это говорят, ортодоксию, ортодоксальность, да, то он выдержан, естественно, в духе... Ну, не естественно, короче, неважно, выдержан в духе целомудрия. Ничего там вообще такого нет. Как говорят, есть же пошлые романы, там, или даже порнографические романы. Вот это обычный такой... Вы поняли, короче, невинный роман. Ну, и алхимик роман, я всем говорил, эти названия, о чем они говорят, просто потому что это история любви. Вот, и здесь, видите, критик делает на это основу, а я, естественно, хотел не об этом говорить, но, в общем-то, и тема на сегодня жизнь после смерти. И как раз ту любовь, которая там описана, я вообще считаю больной, в том плане, что вот это все, я тебя люблю, до вечности будем там, мужем и женой, и все это чепуха. Там мы все будем любить друг друга, без границ, без правил, без браков, да, слово брак. Да, нет, там все будет по-другому, но, как бы, поэтому он на это внимание обратил, но, может, у кого что болит, тот о том и говорит. Я, естественно, хочу вам сказать именно о жизни после смерти, о том, о тех рассказах. И смотрите, вот он зачитал эту фразу, тут есть в начале, вот от автора, от Мэдисона, он вот пишет от автора, и здесь достаточно, по-моему, прилично, на сколько-то страничек у нас дойдет, от автора и предисловие. Нет, оно всего на нескольких страничках. Вот он там, как бы, говорит, но, в общем, если вы услышали, ее этот критик привел, что, еще раз я прочитаю, каждая деталь романа, за несколькими исключениями, основана на научных исследованиях. Что он делал? Ну, первое, что скажу, мы с вами, с чего начали, туда вернулись, это к Востоку. Если все эти книги, я вам не зря сказал, там, Америка, Европа, Юг, Север, Россия, получается, Египет, мы с вами все по чуть-чуть пятнами на карте потрогали, да, то здесь идет, опять возвращаемся к Востоку. То есть, эта тема реинкарнации там есть, естественно, присутствует. Не так подробно, как и тибетская книга «Мертвых», которая прямо, это можно сказать, ну, там тоже пополам ее, подготовка к смерти, если уж ты попал, что делать дальше, да, и как правильно реинкарнироваться, куда, такие вот вещи, да. То есть, здесь там есть это ему, но относительно всей книги не так много, да, этой теме посвящено. Пол книга – это действительно может быть даже немножко скукотища в том плане, вот это вот их неземная жизнь описана, это семейство, семья, дети у них, все и прочее, как бы любовь, морковь, домашний очаг, как-то все это немножко скукотища, но потом вы, когда вы дальше не читаете, вы не пожалеете. И вот я вам хотел просто, мне на языке крутится, я вам так предисловие хотел рассказать, то есть я твоей сестрице возлюбленной ездил в гости, когда первый раз мы как раз познакомились уже в реале, и вот она мне дала книгу, она говорит, у меня подруга очень любит читать, и она мне вот дала, ну, не зря ее дала, видимо, вот. Ну, сестрица моя пока ее читать не стала, пока, теперь она уже ее прочла. А на тот момент она говорит, ну, да, ну, а я как-то вот тоже, потому что сейчас я уже, конечно, за последнее время я мало чего читал, но пытался, делал попытки, и что-то, конечно, прочитал, я там Орл, там, недавно. Ну, правда, я его тоже, я его перечитывал, я с ним знакомый, даже не знаю, что я новенького. Нет, я прочитал, я за этот год, ну, где-то, может, десяток новых книг осилил, ну, почти все не стоящее. Ну, одна, она просто не в теме немножко, но я не просто скажу название. Я ее, как бы, добавил, бумажную купил, да, вот. Но все-таки она не прямо, а посмертная жизнь, она вот к приготовлению, ну, в принципе, сейчас уместно будет ей как раз закончить. Ладно, вот, услышите название, по ней тоже фильм, там все, по-наснимали, тоже бестселли, все такое. Вот куда приводят мечты, это, в основном, конечно, все, знаете, вот на точно таком же, как Моуди и Калиновский, то есть все это на посмертном опыте, но уже востока. И не просто вот наставление, там, великих монахов, мудрецов, там, и переживает, как будто у них это знание, откровение, да, учение, мировоззрение, все такое. Это уже опять на опыте людей. То есть он взял все, что сделал Мэттисон, он взял, то есть всю эту информацию научную, так скажем, те же самосредство людей, да, и вот он все это переложил вот так вот в художку, да. Здесь уже тоже помесь такая, и как Льюис там путешествовал, да, и там тоже родственники являлись, сопровождали, вводили наверх, спускали вниз. То есть тут все. Это единственное, как раз и есть, что они не то, что там друг у друга переписывали, а что это все просто правда и истина, если это из двух, из трех источников подтверждается, то это, конечно, все интересно. Я могу вам сказать, так, ну, так, для затравочки, просто вы знаете, вот вы помните, я тоже говорю, что те же самые животные, они обладают уникальной дужой, и каждое животное уникально, и все мы их там увидим, особенно, как мы говорим, наших домашних питомцев, они все уникальны. Во всех этих книгах, ну, не во всех, я сейчас не помню, в некоторых, неважно, в двух, трех какие-то, вы найдете доказательства этого, я все время думал, тоже мне там тыкщу, да ты вот что-то придумываешь. Это абсолютная правда. Кто это понимает, кто в глядя в глаза животному, у кого были, как это, домашние животные, кошечки, мы знаем, что они одна не похожа на другую. Ты в глаза смотришь и понимаешь, что это вот он. Пумыч, Ласка, Мишка, Петька, как вы их там не назвали, он уникальный. Когда он уходит по какой-либо причине, там, смерти, да, мы любим именно его, вот этого, помощи, да, потом у нас может появляться другая кошечка, да, но это не значит, что это вот это даже. Ты в это глаза смотришь и она другая, она другая, или он там, не важно. Вот в этих книгах ты находишь ответы на такие вопросы, что ты не один такой. В связи с тем, что там все вечно, пока нет ничего. Да, зернышко, конечно, все эти там, яблочко, они не имеют души, но не путайте это с животными, особенно с высшими животными. Вот такие вот, и вы в этих книгах просто это найдете, и это, когда, если это у вас вот здесь вот есть, вы просто найдете себе подтверждение. Так вот. И я имею в виду, что просто, вообще, и я, видите, особое внимание, все-таки хочу в конце этой книги уделить. Я говорю, вот такой вот случай, что когда я у Анюты был, и вот, казалось бы, случайно, и она как-то не хотела ее читать, и говорит, да возьми, говорит, я не буду читать. Вот, а я как-то прочитал, хотя тоже, что я мог от нее ожидать. Название, как всегда, неопосмертно жить в этом, куда приводит мечты, название какое-то такое. Ну, я на поезде ездил, я думал, что даже я в дороге, но я и начал в дороге читать, думал, читать все равно нечего, да. Ну, плюс в жизни, я вся игру, поступайте, как поступать поистине? Это поступать всегда, как вам Бог кладет на сердце. Вот то, что вы сегодня считаете нужным, так в жизни и поступайте. А то, знаете, любят задавать этими вопросами. Как узнать волю Божью, как жить, что делать? Да очень легко. Это всегда жить так, как ты хочешь. Вот то, что тебе, конечно, стремится, конечная цель добра, тебе, другим ты желаешь. И вот как у тебя лежит на сердце поступить, так и делай. У меня рука потянула, и Санюту дает я. Хотя я могу что-то не взять, отвергнуть, там, от человека, от какого-то, от любого. Вот. Ну, я как-то, да, думаю, да что, почитаю. Вот. А я вам скажу, что и в оконцовке «Алхимик» я ставлю на первость. Мы так, скажем, подытоживаем. То эта книга в моем списке художки, вот так называемый. Ну, я и вот это все художки все равно называю, да. Хоть это Райбан Моуди, Петр Калиновский. Хоть это все и, там, пересказы людей, которые оттуда побывали. Ну, я все это, так скажем, художкой называю. Все-таки это не прям такие труды, знаете, скучные, с кучей ссылок там. Вот. Люди все равно подают, и они в основном часто очень пересказывают. Просто, может быть, близко к тексту передают. Не факт, что прям. Потому что люди могут рассказывать тоже картаво-коряво. Они все это хорошо перекладывают и уже подают саму суть. Это тоже. Поэтому я и называю художки. Вот эта вот книга заняла в моем топе, в моем рейтинге вообще общий книг второе место. Я не беру догматическую. Я не сравниваю с догматической религиозной литературой. В частности, Библия, там, даже предание, так скажем, святых отцов или что-то такое. Это все вот, да. Я беру из таких вот, как я их называю, которые... Будет автор быть, конечно, кем-то, быть какой-то религии, относиться к мировоззрениям и так далее. Но все-таки я все это называю как-то... Две у меня такие идут. Религиозное что-то и все-таки мирское, как это говорят. Это все далеко не мирское. Все это связано с религией. Но их так не подают, по крайней мере. Я вот просто про что. И вот куда приводит мечты, эта книга заняла у меня вот после прочтения топ-2 после Алхимика. А может быть даже и топ-1. Их можно вот так вот, можно наравне поставить, можно поменять. Вот. Возможно, я бы даже человек сначала дал вот такую вот книгу читать. Ну, опять же, я говорю, короче, не важно. Потому что Алхимик это топ-1 тогда до посмертной жизни. А куда приводят мечты, это вот именно в топ-после. Из мирской литературы я бы человеку прям две бы дарил. Они по объемчику, кстати, очень похожи. Как видите, кстати, что я Льюис показывал, что эта книга тоже достаточно небольшая. Покупать все это, я говорю, можно за копейки. И самим читать, другим дарить. Давай читать, не боясь, отдадут вам, не отдадут. Пусть она дальше куда-нибудь пойдет. Тебе можно всегда еще купить. Вот. Вот такие вот книги. Я вам рекомендую их прочитать. Они вам очень много вопросов откроют, дошлифуют. И не важно. Вот я с опытом, вы знаете, кто меня, кто нет. Кто-нибудь узнает, познакомится. Кто случайно попал на этот ролик. И дослушал, умудрился до конца. Моего уже сколько, часового разглагольствования, как всегда. То, я вас уверяю, на каком бы вы уровне не были, эти книги расширят ваше сознание. Либо его подтвердят в каких-то местах. Либо что-то опровергнут, может быть, даже. Кто-то, я говорю, дошлифуют, дорисуют. В общем, это все мои рекомендации. Очень всего этого, короче, вам рекомендую. Рекомендации рекомендую. И вы слышите одни и те же слова, да? А действительно, тогда я закончу. Уж лишним не будет. Это... Ну, вообще, у меня списочек пока на сайте небольшой. Я говорю, это Алхимик. Еще раз скажу, Павла Каэля. Это еще, что я не озвучивал. 1984 Джордж Орелл. Очень рекомендую его прочитать, да. Вы знаете, это, наверное, единственная книга, которую я читал, которая не заканчивается хорошо. Это удивительно. Все пытаются всегда счастливый конец, хэппи-энд. Все такое. Удивительно, что автор рискнул вот так ее написать. Очень тяжелая книга. Очень тяжелая, но очень правдивая. Очень актуальна в нашем мире. Я ее прослушал. Кстати, я Орелл так и не прочитал. Я ее аудио прослушал. И хочу прочитать. В будущем свободе или в неволе, неважно. Потому что много я, может быть, что-то прослушивал там, так же, как я его выпускал. Но я, естественно, стоять на то, что прослушивание, это все-таки не фильм. Я говорю, на основе книги, которая действительно может там отходить. Но я ее купил. Она есть. Это я просто... Я уже... Ну, так как судят меня в Воронеже, я там все содержу. Я просто решил с собой... Я уже туда их отвозил. Но так как у меня сейчас суд там перенесся, есть не много времени, я решил вам все-таки в руках помять. Как вы видите, что-то почитали с них там. Все, конечно, можно в интернете найти. Все эти аннотации, все, что на них написано, снаружи внутри. Сейчас все можно найти. Вот, Джорджи Орвелл, конечно, тоже рекомендую. Что я тут из этого списка вам все сказал. И вот «Вторники с Мари». Давайте кратенько постараемся по-баренькому. «Вторники с Мари» — это... Давайте отсюда. Документальная книга, написанная в 1997 году американским писателем... А, ну правильно. Да, Митчем Элбом. Книга описывает реальную историю Мори Шварца, профессора социологии, его воспоминания, взаимоотношения со своим студентом, Митчем Элбомом. В книге дается хроника уроков о жизни, которые Митч получает от своего учителя, умирающего от амиототрофического латерального склероза. Ну, в общем, профессор в университете... Давайте еще обложки с вами найдем, чтобы у вас в глазах это сформировалось. Ну вот, у меня такая же вот. Может, есть какие-то разные тоже. Да вон, есть с сердечками, с крестом. Вот. Ну, у меня вот такая она дешевая была, зелененькая, просто Митчелбом. Стороники с Мори. Это профессор как бы умирает, он много лет работал в институте, полностью на основе реальных событий, скажем, да. Его там как-то на радио показали, я всю историю сейчас тоже вам не вспомню. Я и тоже прослушал аудиокнигу, я не прочитал ее пока бумажно, вот тот купил себе в личную библиотеку. Студент этот, и у него был там один из тоже студентов, ну, любимый, нелюбимый, он был, видимо, хорошим преподавателем, таким интересным. Короче, он вот только на радио слышит его историю, потому что он как-то там необычно умирал, это все с его вот этой болячкой, о нем какое-то интервью сняли, и он стал к нему, он к нему приехал через много лет, там, через 30 или 35, тот уже, естественно, я думаю, достаточно пожилой, этот уже взрослый, там, бизнес, все дела, каким-то работает, или известным журналистом он стал таким, вот такое, я уж не помню, и он начинает у него просто брать вот такие интервью, да, они как бы в институте вроде как-то близко общались как-то, вот, ну, в принципе, открытые люди всегда к ним притягивают, да, вот, а его как бы студенты любили, вот такую вот эту его простоту, доброту и все прочее, мудрость, и вот он с ним эти интервью записал, он к нему ездил по вторникам, поэтому книга называется «Вторники с Мари», или «Величайший урок жизни». Ну, вот я у него тоже, конечно, рекомендую. Там практически нет ничего, как бы, он тема о Боге, я вот не знаю, почему стали, вот такая есть обложка, видите, как с крестом, с сердечком, вот. Ну, ее как бы в христианской мире тоже рекомендуют, неважно, там протестантское направление, католическое, там православное, ну, она хорошая, она без этих, потому что там, в принципе, христианство вообще как такового, по-моему, не касается. Он еврей, по-моему, иудей, не иудей, просто еврей, не иудаизм, ну, в смысле, иудаизм он не исповед как такового, вот, ну, там, короче, короче, я уже сейчас там тоже, ведь я ему так общую затравочку даю, напутаю, что-нибудь вам не то скажу. Тоже рекомендую, она, как видите, пусть не прямо посмертная жизнь, но, а предсмертная. Ну, она, конечно, о жизни, он просто перед смертью все это, говорит, ну, он вообще был мудрым, хорошие вещи, говорит, правильно. Книга о любви, на самом деле, о любви вот, не просто, как всегда, там, мужчина-женщина, нет, он просто говорит о любви, вот именно, что вся жизнь в любви, неважно, кому. Ты про...